ПЕСНЯ Франция погибла огромное количество населения, они уже не смогли воевать в следующей войне по существу всерьез. Франция перестала быть доминирующей страной в Европе, она надорвалась от этой победы. И 20-30-е годы не лучшие для Франции. К началу 20-го века Франция все сильнее отставала от мировых промышленных лидеров, в то время как объем выпуска промышленной продукции за предвоенные годы в США увеличился в 13 раз, а в Германии в 7 раз, французы смогли лишь утроить свои показатели. Развитие страны затормозило потери после франко-прусской войны Эльзаса и Лотарингии, богатых запасами железной руды. Руду теперь приходилось завозить из-за границы, что значительно повышало ее стоимость. Французы давно считали поражение в франко-прусской войне и потерю Эльзаса и Лотарингии своим национальным унижением. Правительство от конца 19-го, начала 20-го веков французские всяческие эти настроения подогревали. На всех уровнях в обществе. Ну и, соответственно, доказывать французам, что да, это надо, и теперь мы все изменим, и это правильно, особо было не нужно. То воодушевление, которое охватило французов в начале войны, связано было с тем, что теперь мы возьмем реванш. Во Франции, где Германию считали своим потенциальным врагом, взяли дипломатический курс на сближение с Россией. В 1881 году отношения между двумя странами были оформлены в военный союз. После этого французы постарались заручиться поддержкой Англии. Договор, известный в истории как сердечное согласие, подписали весной 1904 года. Но, несмотря на помощь союзников, в первых боях войны французские войска терпели поражение за поражением. Немецкая военная машина, превосходящая все армии мира по числу тяжелых пушек, стремительно дошла до окрестностей Парижа. И даже традиционная форма, в которой французские солдаты столетиями шли в атаку, на этот раз сыграла на руку противнику. Французы, конечно же, понимали, что их ярко-синяя форма пехоты, красные штаны, красные кэпи – это прекрасная мишень. И, в принципе, к 1914 году решение о том, чтобы переодеть в защитный цвет, такой серо-голубой, было принято. Более того, даже форма была подготовлена, но она не была подготовлена для всей армии. Ее не хватало на всю армию, поэтому запоздали с этим решением. И в начале войны действительно французские полки ходили в бой в старой форме, которая вызывала недоумение часто. С началом войны военные расходы во Франции значительно увеличились. Правительству пришлось брать в долг под огромные проценты. А главным способом покрытия дефицита стала инфляция. За годы войны денежная масса в стране увеличилась больше, чем в шесть раз. С 1913 по 1921 цены на продукты питания во Франции выросли более чем в пять раз. На промышленные товары – почти в семь. Франк был фактически девальвирован. Инфляционная политика правительства разорила владельцев государственных облигаций. Они потеряли больше трети своих доходов. Во Франции началась нехватка продовольствия и топливный кризис. В то же время немецкая армия предприняла еще одну попытку прорыва на Западном фронте. 21 февраля 1916 года вблизи города Вердена немецкая артиллерия открыла огонь из почти тысячи своих орудий по французским позициям. Эта битва получила название «Верденская мясорубка». В ней погибли 350 тысяч французских и 600 тысяч немецких солдат. Вот под Верденом, это крепость французская, которую пытались взять германские войска, там была страшная мясорубка, пожалуй, самая по количеству потерь, пожалуй, это была самая страшная битва, которая длилась не один месяц и привела к взаимному истощению страны. Через два года страны Антанты перешли в наступление, а вскоре Германия подписала пакт о капитуляции. Но экономика Франции к этому моменту уже была подорвана. Ее финансовые потери от разрушений составили 134 миллиарда золотых франка, 23 тысячи фабрик и заводов и 550 тысяч домов были разрушены. В войне погибли около 1 миллиона 300 тысяч французских солдат. Это вдвое больше, чем у всех остальных союзников по Западному фронту вместе взятых. Понятно, что это всегда воспринималось как великая победа Франции и так далее. И до сих пор надо сказать, что для Франции Первая мировая война по понятным причинам нечто большее, чем даже Вторая, поскольку во Второй мировой громких побед не было, а Первая – да. Сегодня Верденское кладбище – одно из самых известных французских захоронений времен Первой мировой войны. Здесь покоятся свыше 130 тысяч французов, англичан, русских, австралийцев, канадцев и американцев. Таких кладбищ во Франции свыше 40 десятков. Останки погибших в войне, которая началась 100 лет назад, археологи и добровольцы находят до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok